здравствуйте друзья я хочу вдогонку к тому видео что я сделал сегодня часа 3-4 назад днем о том что вышли инструкции к лотерее DV 2017 green card lottery и там есть значит инструкция как заполняет там и так далее я хочу сказать что у всякого практически всякого человека который берется заполнять эти формы возникает тьма тьмущая вопрос что на самом деле очень естественно и некоторые лотереи во времени отличались от последующих или скажем от предыдущих тем какие были вопросы как надо было отвечать какие были правила заполнения там того или сего и у нас есть видео как раз на эту тему о том как заполнять форму это видео как бы сказать довольно заметное у него там тысячу сто два 125 тысяч я извиняюсь просмотров вы можете когда на нашем канале там поиск сил эти заполнения там инструкции у нас есть вы можете по частоте просмотров по количеству просмотров видео отсортировать вы его сразу видеть это одно из самых популярных видео на канале я ссылочку дам ниже в описании но смысл о чем вопрос в том что насколько это видео соответствует нынешней инструкции и не нужно ли нам было переписать это видео а может быть оставить такое как есть значит во первых есть это видео и из изменения в инструкциях вот в этом году по сравнению с тем что было раньше предельно минимальные они касаются только фотографии вот с фотографией надо будет отдельно там посмотреть там есть вот требования к фотографии там разрешение там это resolution вот собственно и единственно что поэтому видео вполне годится вы можете его посмотреть начните с того чтобы его посмотреть потому что мы с алексом раевским идем по этой самой форме мы этом заполняем точнее я заполняю он меня инструктирует мы все это делаем в некотором обсуждении и так далее львиная доля ваших вопросов снимется при просмотре этого видео но есть целый форум говорим про юэс и я даже не буду вам давать ссылку где-то потому что ссылка это есть под каждым видео на нашем канале каждое видео на нашем канале если вы посмотрите на описание как этому видео там идет целая группа ссылок первая ссылка в описании к любому видео это ссылка на канал на я здесь на веб-сайт говорим про юэс на форум говорим про юэс где есть специальная тема про лотерею dv 2017 вот и там в общем то вот все вопросы задаются и отвечаются и и не только в одной теме там очень-очень много тем там целый раздел на эту тему и очень много тем и вы можете задать свой вопрос если он у вас возникнет но я я бы на вашем месте просто поискал потому что практически все вопросы уже заданы и отвечены и наверное не один раз пожара никакого нет значит совершенно нет никакой необходимости прямо вот там 1 октября в момент когда начнет работать эта формочка подождите пару-тройку дней посмотрите что люди на форумах говорят послушайте всякие там дискуссии и так далее абсолютно никакого пожара нет пусть кто-то сделает какие-то ошибки скажет а скажет ох вы увидите что там будет происходить значит эту форму нельзя подавать два раза и в ней нельзя делать изменений поэтому и вот безошибочность она критично поэтому спокойно спокойно вот понаблюдайте две-три недели за тем как люди заполняют что они говорят какие у них вопросы может быть что-то вылезет еще такое чего мы сегодня не знаем я когда вешал предыдущее видео я просто хотел поскорее сообщить что есть такая новость и инструкции не читал но с другой стороны даже если бы я прочитал инструкции они такой знаток чтобы там что-то такое существенное в них увидеть поэтому я полагаюсь в данном случае на мнение алекса раевского которого мнение которого я прочитал на форуме где он пробежав по этой инструкции перечислил те изменения которые там есть они какие-то совершенно там крохотные мизерные ну то есть практически вот нет нет никакой нужды нам менять наше видео но безусловно у вас есть совершенно ясная такая потребность пойти и почитать что пишут на форуме потому что может что-то такое выйти и я буду стараться как бы тоже информировать но но вы должны понимать что я не специалист по заполнению этих форм и видео мы это с ним с алексом делали только в том смысле в какой он меня вел и он объяснял что к чему и какую-то там предысторию этого всего рассказывал и так далее и вот это было довольно интересно но я я не знаток и если вы меня начнете спрашивать а как быть в такой ситуации липсикой ситуации то скорее всего я тонкости не знаю я знаю самые общие штрихи вот а как только тонкости значит есть вот авторитетный источник я не знаю источника более авторитетного его просто в природе нет нет я думаю потому что я давно в этом деле я давно интересуюсь я никогда не слыхал чтобы что-то приближалось вообще по качеству вот к этому информационному ресурсу вот может быть мой призыв кажется банальным но я думаю что это видео увидит много людей которые например случайно зайдут на наш канал просто вот из-за этого видео в поиске где-нибудь выйдет и так далее они могут не знать о форуме говорим про и с поэтому я вот делаю такое видео я думаю что у нас на самом деле на канале тоже есть люди которые в принципе зная про форум говорим про с может быть не недооценивают его информативные ценности вот так как бы я делаю этот сюжет просто о ресурсах которые вам понадобятся и кроме того вы уже подав заявление значит у вас возникнет какой-то дополнительный интерес конечно вот я стараюсь что-то рассказать там другие блогеры рассказывают но форумное общение нельзя заменить исключительно вот допустим таким видео общением с блогерами или там может быть даже в комментариях потому что там очень много историй там очень много ситуаций типовых и совершенно атипичных понимаете это 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 определенный пласт знания и о регионах страны мне часто это скажите о таком-то городе ну хорошо я там где-то был там я я рассказывал немножко о канаде расскажите даже там был но абсолютно любом городе соединенных штатов вы почитаю прочтите на форуме потому что там есть какое-то количество людей там из этого города вы можете с ними познакомиться списаться там и так далее то есть это очень 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 ценный ресурс вот я бы я бы так сказал и если вы еще не знаете что что за ресурс ну посмотрите вы можете начать файкью да то есть вот это вот часто задаваемые вопросы вы когда прийти на форум и посмотрите на его структуру вы увидите там раздел с этим файкью и может быть там почитать вы сэкономите массу времени массу времени вот читая вот как бы квинтэссенцию обсуждений которые там имеют место быть так что я вам всем желаю успехов и в изучении предмета и особенно в получении результатов в виде выигрыша green card и хочу сказать у меня паренек один был с каналу нашего он уже собирался приезжать у него билет был и я должен был ехать его встречать он к нам в школу собирался и он не вылетел он мне написал потом он был в шоке не мог себя прийти в этот момент он не вылетел потому что прошло больше шести месяцев от момента как ему визу эту проставили чего-то он там не до недоконтролировал это уже было несколько дней после тех шести месяцев его грубо говоря не пустили в самолет вот такая с ним история произошла и все пропало и все обнулилось я это к тому говорю что при всей важности выигрыша в лотерею да значит еще что-то там остается понимаете еще много чего поэтому нужна информация нужно собранность нужно знать о подводных камнях там и так далее в общем на этой ноте призывающий к информированности и вовлеченности вот я с вами и расстаюсь счастливо а а а а а а